Программа капремонта набирает обороты. Напомню, в этом году стартовал первый этап программы, благодаря которому улучшить свои жилищные условия уже смогли тысячи человек. Какие проблемы решают в первую очередь и где люди уже ощутили плюсы капремонта, выясняла наша съемочная группа. На это чудо инженерной мысли жители дома по улице Чернышевского до сих пор не нарадуются и с ужасом вспоминают, каким был старый лифт. Про внешний вид разговор отдельный, но серьезное опасение вызывало техническое состояние кабины. Не открывался до конца дверь и люди боком входили и выходили. И уже по истечении времени, ну, постоянные остановки, постоянные застревания людей в лифте стали. В этом доме заменили лифты в каждом подъезде. В рамках программы капитального ремонта 15% стоимости оплатили жители, а остальное – бюджетные средства. Замена каждого лифта обошлась недешево, говорят представители управляющей компании. Здесь стояли модели 1968 года, очень древние. Еще запчастей на эти лифты уже на протяжении, по-моему, двух десятков лет нет совершенно. Поэтому они еле-еле доживали свой век. Сейчас поставили новые, современные. Конечно, это очень дорого. Два лифта заменили 2 миллиона 700 тысяч рублей. В рамках программы капитального ремонта обновления дождался и этот дом на Комсомольской. Здесь заменили кровлю. Лифты, крыши и коммуникации – самые популярные проблемы саратовских многоэтажек. Проводятся такие работы, как ремонт и кровель были проведены, электрика была сделана на двух жилых домах, ХВС-ГВС восстановлена. В частности, на трех жилых домах были поменены полностью лифты, работы тоже полностью завершены, документы все подписаны. Программа капитального ремонта в Саратове стартовала с этого года. Первый этап уже помог решить коммунальные проблемы в десятках многоэтажек. Этот этап уже смог позволить улучшить жилищные условия 45 тысяч граждан. Конечно, граждане в большей своей массе благодарны за хорошие работы. И в связи с тем, что, конечно, эти дома, которые пошли в первом списке этапа, они были наиболее с больными вопросами. Это и протекающая крыша, и плохие инженерные сети, и лифты, которые, в принципе, не работали. Многоэтажек с больными вопросами в Саратове хватает. А потому в следующем году число домов, попавших в программу капитального ремонта, будет выше, чем в этом. За время действия программы чиновники надеются полностью закрыть коммунальные вопросы по всем домам Саратова.